Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королёва, напротив журналист Танислав Кучер. Здравствуйте. Дочер добр. Ну, без Путина мы сегодня точно никак, но и без вас никак, потому что я представляю себе, что бы я здесь делала, если бы вы не успели на эфир все-таки, а я понимаю, что такая возможность была опоздать на эфир, очень серьезная, что-то там с вами приключалось по дороге. Ну, насколько я понимаю, вы меня и позвали довольно неожиданно. Ну, было такое, да. Я с удовольствием принял приглашение и действительно сильно спешил к вам, была грандиозная пробка, и это забавно, потому что это имеет прямое отношение к теме гражданской активности в России. И когда я попал в эту совершенно мертвую пробку, я понял, что я вас подведу, просто не успею. И поэтому в какой-то момент я объехал эту пробку, нарушив правила дорожного движения. Нарушив, скажем так, не смертельно, я не причинил никому никакого неудобства тем самым или угрозы, ни другим водителям, ни тем более пешеходам, которых там близко не было. Но, тем не менее, через какое-то время, метров через сто, когда я вернулся, скажем так, в пробку, рядом оказалось несколько молодых людей, которые тут же прилепили мне на лобовое стекло красивый, замечательный большой знак федерального движения СтопХам. Вот так вот. Так что я стал теперь дорожным хамом, о чем, я думаю, лет двадцать многие догадывались назад, когда я действительно водил очень бесшабашно. А вот теперь это стало еще неофициально подтверждено, поскольку, насколько я понимаю, меня успели даже снять. И я единственное хочу передать привет движению СтопХам, потому что они вежливо поинтересовались, куда я спешу. Я не стал бравировать «Эхо Москвы», просто сказал, что спешу. Короче, знаете, если что, Танислав Кучер ехал к нам. Да, я ехал на прямой эфир «Эхо Москвы», но я целиком и полностью поддерживаю ребят. Я знаю, что они вроде как, это федеральный действительно проект, и вроде даже кремлевский, и уж не знаю всех ли хамов на дороге, достойных того, чтобы их тормозили, особенно хамов с мигалками. Или только избранных. Это фиксирует, или не всех. Но, тем не менее, я поддерживаю эту замечательную инициативу и считаю, что, в общем, все было абсолютно правильно и заслужено. Так что вот откровенно делаю им рекламу в прямом эфире. «Эхо Москвы». Итог вы здесь. И мы можем поговорить о пресс-конференции Владимира Путина, хоть она и ежегодная. Но вот тут многие отмечают, что она, может быть, была не совсем обычная, немного не похожа на те, которые были до этого. Но я, прежде чем разговаривать о том, что говорил Путин, хочу вас вот о чем спросить. Все Путин, Путин, а я про журналистов. Как вам вообще журналисты, которые аплодируют во время пресс-конференции? А там такое было. Журналисты такие же люди, как мы с вами. Даже те, кто, на наш с вами взгляд, не является журналистом. Даже те, кто, на наш взгляд, задают непрофессиональные вопросы. Непрофессионально их формулируя или задавая не те вопросы, которые надо бы задать президенту в такой момент развития страны. А дальше они такие же люди. Слушайте, ну, кому-то кажется ответ остроумным. Кто-то аплодирует, потому что начинают аплодировать другие. Я не знаю, существует ли у них такой эффект, когда в зале сидит некий специально обученный человек, который вовремя начинает аплодировать, а дальше его аплодисменты подхватывают остальные. Но, мне кажется, это точно не заслуживает особенного внимания. Другое дело, чему они аплодируют? И, ну, здесь все зависит от уровня индивидуальной культуры, чувства юмора, которое... Ну, там это было на моменте, когда речь была о том, что вот там лизнули американцев. Ну, не знаю, может, кому-то понравилось слово лизнули, может, кто-то нашел это суперостроумным. А может быть, кто-то, вы не предполагаете, знаете, думаете о хорошем, а может, кто-то аплодировал, знаете, как иногда захлопывают артисты, которые неудачно шутят. Может быть, это был как раз такой момент. В живом случае это не главное, что, в мой взгляд, стоит обсуждать. Витя Ивата. Хотя, ну, не знаю почему, потому что говорить о том, что происходит в журналистской профессии, наверное, тоже имеет какой-то смысл. Я просто вспоминаю, видела ли я хоть одну пресс-конференцию, например, там, где присутствуют западные журналисты, где они бы аплодировали говорящему. Или они все-таки должны задавать какие-то жесткие вопросы, от которых говорящему становится, мягко говоря, неудобно. Вы порадуйтесь, значит, в нашей замечательной стране мы имеем совершенно очаровательное единство. Хотел, чуть не сказал. Народ в партии единой. Второй древнейший, но, в общем, наоборот, мы имеем единство четвертой власти и первой власти. Не каждая страна так везет, правда, когда четвертая власть так поддерживает первую власть. Но если серьезно, то, конечно же, не эта пресс-конференция, не предыдущая, никакая другая, не могут являться показателем абсолютным того, что происходит в журналистике. Мне кажется, давно совершенно понятно, что, цитируя Бориса Гребенщикова, рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. То есть, профессия журналиста, особенно политического журналиста, давным-давно в России отсутствует. Есть отдельные журналисты, которые пытаются заниматься политической журналистикой в виде, как правило, политического комментария, памфлета, политической сатиры, как правило, у себя в Фейсбуке или в редких изданиях, типа «Новые газеты», «Нью Таймс», «Эхо Москвы», где-то кто-то пытается даже на «Коммерсант-ФМ» исполнять, в сетевых каких-то изданиях на «Дожде», на РБК. Ну, пожалуй, и все. Но, как правило, это все равно не профессия политической журналистики, а индивидуальные попытки отдельных журналистов в своих программах. Это, мне кажется, абсолютный факт. Напомню, что первая доктрина государственная, которая была принята в России в начале нового тысячелетия, была доктрина информационной безопасности. Ни внешнеполитическая доктрина, ни даже оборонная доктрина, ни уж тем более экономическая доктрина информационной безопасности. Это общее место, и здесь все абсолютно понятно. Ну, и вот теперь мы, наконец, в ней. То есть, в информационной безопасности, я так понимаю. Давайте тогда... Знаете, извините, я, кстати, давайте все-таки продолжу. Я вот ехал сегодня в машине, и, опять же, в канун Нового года стараешься так или иначе думать о хорошем. Если все время думать только о плохом, что тебя окружает, наверное, крыша поедет. Так вот, мы с вами все-таки сидим и обсуждаем это. До этого в этой же студии довольно жестко и емко выражался на эти темы Николай Сванидзе. А до этого другие люди. И мы видим, что происходит в интернете, как эту пресс-конференцию со всех сторон обсасывают, размазывают, анализируют, критикуют, как насмехаются. Это пока возможно. И, если честно, я все-таки склонен думать, что не только пока. Мне кажется, что... Вот парадоксальную вещь скажу, но мне кажется, что худшие времена российской журналистики мы уже прошли. Мне кажется, что сейчас все то, что перемены, на мой взгляд, абсолютно неизбежны. Как эти перемены будут происходить? Понравятся ли нам всем? В какой форме эти перемены будут происходить? Я имею в виду смену основной политики режима. Это большой вопрос. Подождите, а вот это интересно. Это у вас на уровне ощущений или вы видите какие-то один, два, три, четыре признаки? Ну, во-первых, и ощущений было бы достаточно, поскольку когда у меня аналогичные ощущения были, например, в конце 2009 года, и я принял тогда предложение Дмитрия Солопова пойти работать на Коммерсант-ФМ и вернуться в политическую журналистику, из которой я ушел до этого на несколько лет, мои ощущения оправдались. И 10, 11, 12 годы были, безусловно, годами всплеска. Активности журналистки в том числе, были запущены и новые медиа, типа того же Коммерсант-ФМ, и заговорили более свободно, по крайней мере, попытались старые. Другое дело, что это была некая временная медведевская отепель, которая превратилась в жесткие заморозки со всеми запретительными законами и законами подлецов. Но сейчас, с одной стороны, это ощущение, а с другой стороны, конечно же, это еще и, я все-таки, политический обозреватель, анализ того, что происходит. Вот давайте мы к этому анализу и попробуем перейти буквально через несколько минут Станислав Кучер по-прежнему в нашей студии. 1С-предприятие с любого устройства и с любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович, от 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте две недели бесплатно. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И сегодня это «Особое мнение» журналиста Станислава Кучера. Вы можете связаться с нами. Для этого есть в Твиттере аккаунт «Вызван», а для ваших смс-ок плюс семь девятьсот восемьдесят девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Вот в продолжении нашего разговора я вам как раз прочитаю несколько смс-ок по поводу перемены, вот этого ощущения. Илья пишет. Вы говорите про ощущения, но ведь три года назад на пике массовых протестов многие тоже чувствовали, что перемены вот-вот нагрянут. Вы сказали, что они появились, эти перемены, но были недолгими. Смотрите. Во-первых, ну, например, лично у меня не было ощущения, что мы прямо в 2011-2012 году шагнем в новую демократию. Если предыдущие годы, допустим, 90-е годы – это некая реформация, потом за ней наступила реакция, и вот мы шагнем прямо сразу в новую реформацию. Не было такого ощущения. Были, безусловно, надежды, но ощущение как раз было такое, что в какой-то момент то, что происходит, не понравится власти прежде всего потому, что все это, по мнению власти, вело к новому Майдану. Опять же, десятый год. То есть, сравнение с Украиной. Не только с Украиной. Когда я говорю Майдан, я уже подразумеваю все оранжевые, тюльпановые и прочие революции, которые случились прежде всего в 2010 году как раз на Ближнем Востоке. И было понятно, что власть, наверное, больше всего боится именно выхода людей на улицы в России. И поэтому было так же понятно, что Путин 100% пойдет на следующий срок. Напомню, что когда создавался общероссийский народный фронт, ведь фраза Путина в адрес несогласных, а все, кто не согласен, копытами в сторону моря, она была произнесена не в 2012 году, она была произнесена значительно раньше. Интервью Андрею Колесникову, помните, в знаменитой «Желтой колени» оно тоже было дано значительно раньше. И уже тогда было совершенно понятно, что милитаризация общественного сознания – штука неизбежная, что поиск внешних врагов – штука неизбежная, что поиск внутренних врагов тоже штука неизбежная. Это было понятно, но тем не менее, на фоне всего этого, тогда, в 2010-2011 годах, продолжали развиваться независимые СМИ, а те СМИ, которые были зависимы, стали позволять себе немножко больше. Потом, когда, собственно, наступила новая волна реакции, напомню, что она все-таки наступила при по-прежнему очень высокой, хорошей экономической конъюнктуре для власти, и поэтому многие испытали чувство грандиозного пессимизма, что ну вот теперь это надолго, то есть теперь закрутят гайки, и действительно ничего уже не изменится. И я помню, как Аксакалы отечественного телевидения говорили с грустью мне и моим ровесникам, что вы еще при этих дядях, имею в виду всех обитающих в Кремле, вы еще состаритесь. Так вот, что касается сегодняшней ситуации, то для меня совершенно очевидно, что как раз это конец реакции. Этот конец, и он приближается. Он может быть разным. Смотрите, во-первых, он может быть разным по продолжительности. Правда, это конец, который наступит вот-вот, или это конец, который может длиться, скажем, лет 10 еще? Слушайте, ну, самое неблагодарное дело делать прогнозы, как известно, но, опять же говорю, по моим ощущениям, и исходя из тех данных, которые у меня есть, объективные просто, целая череда событий, которые происходят в последнее время, я имею в виду и дальнобойщиков, и выступления учителей, и изменение очередной падения рубля, и новое обвинение в адрес Ходорковского, и его реакция на это новое обвинение, и блокбастер Навального, и реакция на блокбастера Навального, и даже вчерашнюю пресс-конференцию Путина, вот все эти события, они говорят о том, что сейчас все будет происходить значительно быстрее. То есть, что вот эта энергия реакции, она исчерпана, да? Давайте я вам просто скажу, что я подразумеваю, когда я говорю, вот, все закончится. Потому что действительно, может быть, очень в разных формах по-разному. Во-первых, я наблюдаю, я наблюдаю неготовность очень большой части элиты к абсолютной изоляции России. То есть, при какой ситуации может быть тотальное отключение страны от интернета, убийство в прямом и переносном смыслах к слову, остатков независимой журналистики в лице средств массовой информации, которую я уже назвал, и восстановление фактически нового железного занавеса. Что это возможно только в том случае, если элита добровольно принимает решение превратиться в некий новый аналог Северной Кореи. Подождите, а не может быть так, что элита для себя оставляет свободу перемещения и некую такую вот свободу в мире, а для всех остальных просто этот мир отрубает? Такого не может быть? Такого не может быть. Это, повторяю, возможен только вариант Северной Кореи. Элита Северной Кореи, она, безусловно, не бедствует, в отличие от большинства населения страны, но она не имеет тех свобод и тех привилегий, которыми обладает наша элита. А наша хочет все-таки и свободу. Наша элита, безусловно, хочет владеть всем тем, чем она владеет сейчас. Она хочет иметь те возможности, которые имеет сейчас. Она хочет носить те часы, которые они сейчас носят, и показывать это. Не заставишь жен представителей этой элиты прятать свои драгоценности, не ездить с детьми на уикенды к теплым морям и на дорогие виллы, продать недвижимость за рубежом. Семьи не заставишь. Детей этой самой элиты не заставишь расстаться со своими счетами за границей и со своими бизнесами за границей. Это настолько глубоко. Знаете, у меня есть довольно хорошие мои знакомые, не назову их близкими друзьями, но хорошие мои знакомые, которые давным-давно очень неплохо освоились в путинской элите. И эти люди продолжают очень спокойно приезжать в Штаты, рожать там детей. И неподалеку от одного из московских роддомов, не вспомню сейчас конкретно его номер, по-прежнему висят растяжки, реклама «Рожайте в США». Да, я видела такие растяжки. Есть процессы совершенно неизбежные. И вот все эти процессы говорят мне, что элита не готова к северокорейскому варианту. А все другие варианты, кроме северокорейского, они подразумевают реформу системы. И дальше есть, знаете, люди строят разные версии. Кто-то говорит, что лично Путин может эту систему реформировать, можно в это верить или не верить. Кто-то говорит, что другой человек, наверное, придет, но из той команды, естественно, из нынешней команды. И это будет и либерализация в любом случае неизбежна. То есть, вы все-таки говорите о либерализации сверху. Я считаю о том, что либерализация сверху на сегодняшний момент такой процесс процентов 80, наверное, дает тому, что либерализация пойдет сверху. А остальные 20? Ну, остальные 20 на то, что она пойдет снизу. Если она пойдет снизу, то это действительно очень непредсказуемый вариант. Вариант с абсолютно непредсказуемыми посредствами. Смотрите, давайте вспомним историю. У меня такое ощущение, что огромное количество людей, в том числе во власти, да и не только во власти, среди либералов, значительно более радикальных, чем я. Они просто не читали элементарных учебников даже в школе или книжек по истории. 1913 год. Россия богатейшая страна, просто червонец наш впереди планеты всей. Мы обожаем мир зерном. Царь абсолютно обожаем своим народом. Проходит буквально три года. Это царь, мягко говоря, не то, что не обожаем. Царя просто презирает большое количество людей. Вспоминает о том, что вся его родня – это иностранцы. Да, и популярность царя катастрофически падает. Страна находится совершенно в том положении, которое никто представить себе не мог еще за несколько лет. И к власти приходят люди, о которых год-полтора назад как о мощной политической силе не слышал никто. И эти люди, которые приходят к власти, ставят к одной и той же стенке. И оппозиционеров из Государственной думы, напомню, что тогда в Госдуме была действительно сильная оппозиция, и антимонархисты были представлены в той самой думе. Так вот, у стенки оказываются просто все. А та сила, которая приходит им на смену, она устраивает в стране гражданскую войну и затем стоит над всем миром фактически эксперимент. То есть, это вот те самые 20%, которые вы оставляете на революцию? Я оставляю 20% для варианта с непредсказуемыми последствиями, но сильно надеюсь, что все-таки тот опыт будет учтен и властью, и оппозицией. И, кстати, Западом, который тогда просто закрыл глаза на то, что происходит в России, типа, ну, пусть они там русские сами с собой разберутся, а потом долго пожнал плоды того, что русские сами с собой разобрались, пол-Европы завоевали, за мной с ними. Станислав Кучер, журналист по-прежнему здесь, особое мнение через несколько секунд продолжится. Радио Эхо Москвы и компания РТВИ представляют программу «Особое мнение». И это третья часть особого мнения Станислава Кучера, журналиста. Вы еще успеете задать ваши вопросы, присылать ваши соображения. В Твиттере аккаунт вызванный для ваших смс-ок плюс семь девятьсот восемьдесят девятьсот семьдесят четырот пятьсот пять. Вот Илья пишет, вы хотите сказать, что Путин никогда не сможет стать Сталином в том плане, чтобы подавить элиту? Нет, не сможет. И не хочет. Он... Невозможно такие параллели проводить один в один. Путин не Сталин. Сегодняшняя Россия есть, безусловно, многие... Всегда есть очень похожие тренды, похожие тенденции, которые делают такие параллели очень соблазнительными, лакомыми. Я сам вот недавно говорил о том, что Ходорковский – это прекрасный кандидат на роль такого нового Троцкого, на которого можно будет списать все что угодно, любую активность. Вот начнется здесь, дальнобойщики начнут выступать, тут же можно будет сказать, а вы агенты Ходорковского. А Ходорковский кто такой? А это агент, соответственно, госдепа и всех заклятых врагов России. И даже если кого-то нужно будет сдать из своих, из элиты, всегда можно будет упрекнуть его в участии в неком заговоре таком, а-ля троцкистском. Но понятно, что эти параллели очень сильно уязвимы, потому что и Путин не Сталин, и Ходорковский не Троцкий, и Россия сегодняшняя – это не Советский Союз 30-х годов, и мир другой во всех смыслах. Прежде всего, есть информационные технологии. Можно сколько угодно их недооценивать, но это факт. Кстати, обращу ваше внимание, буквально сегодня или вчера были опубликованы данные исследования Левада-центра о том, что россияне стали с 2009 года, количество россиян, доверяющих телевизору, снизилось, по-моему, процентов на 30 или даже на 40. И можно сколько угодно говорить о том, что телевизор по-прежнему смотрит, абсолютное большинство. Это так, что телевизор действительно контролирует по-прежнему все. И что следующий Ленин, если такой будет, не дай бог, он должен будет в первую очередь взять под контроль телевизор, а не телеграф и почту. Но люди доверяют телевизору все меньше. Это значит, что холодильник выступает потихонечку в качестве соперника. Помните, там, холодильник против телевизора? И холодильник, и, конечно же, альтернативный источник информации, которые никуда не девались. Можно, опять же, говорить о том, что интернетом пользуется не так много людей, но им пользуется много. Просто сейчас... Где же они раньше были, эти люди? Потому что раньше было, что есть. Потому что раньше нефть стоила больше 100 долларов за баррель. А сейчас, когда ситуация изменилась, те же самые ребята, в том числе молодые, которые раньше в своих мобильных телефонах исключительно сидели в соцсетях и игрались в игры, сейчас они в этих телефонах начинают уже читать новости. Они начинают в тех же соцсетях уже обсуждать то, что происходит в стране. Они начинают искать причины того, что происходит. Экономика все-таки движущая сила любой политики. И это, мне кажется, что, знаете, и Путина лично, и его команду даже очень не симпатизирующие им люди часто называли везучими, фартовыми. Потому что каждый раз, когда казалось бы, им везло. И действительно, везло очень-очень долго. Сам президент однажды, по-моему, в том же интервью Колесникову сказал, что везет тому, кто везет. И однажды было совершенно очевидно, что это везение окончится. И сейчас вот тот момент, когда это везение действительно очень сильно, как минимум, притормозилось. Мне кажется, это было видно даже по лицу, по тону изложения своих мыслей с самим Владимиром Владимировичем. Ну, подождите, это же само собой, что ли, случилось? Вспомните Олимпиаду, когда он стоял весь, там, Сочинскую Олимпиаду, весь в лучах славы и фейерверков. Да? А потом случился Крым. То есть, это рукотворно или это вот что-то такое вот инфернальное? Вы задаете вопрос, на который сами знаете ответ, знаю ответ я, и знает абсолютное большинство наших зрителей. Разумеется, это рукотворная история. То есть, не то, чтобы везение кончилось само по себе. Везение никогда не кончается само по себе. Знаете, даже говорят, что люди, которые слишком увлекаются азартными играми, они очень часто свое везение, особенно когда много блефуют, они его просто исчерпывают в один прекрасный момент. Им перестают везти и в картах, и в жизни. А мне кажется, это довольно похожая ситуация, когда ты слишком, в какой-то момент ты начинаешь веровать в абсолютную свою исключительность и в абсолютную свою фартовость, то в какой-то момент тебя это подводит. И вместе с тобой твою команду, и очень сказывается на большом количестве людей вокруг. И Путин достаточно, как мне кажется, время это показало, можно его в чем угодно упрекать, но это умный политик, который уж точно преуспел в упрощении, сохранении, преумножении своих возможностей, сохранении своей власти. И он наверняка чувствует эти тенденции. Я не думаю, что он в абсолютном отрыве от реальности. Я думаю, что он все прекрасно понимает. Я думаю, что он понимает, что такой экономический кризис, который случился со страной сейчас, он уже чреват не просто проблемами, которые власть может погасить из резервного фонда, а он чреват беспределом на улицах. И я сейчас имею в виду не белоленточные протесты. Я имею в виду то, что даже сейчас увеличилось количество убийств на улицах. Представители мелкого, среднего бизнеса бандиты снова начинают между собой выяснять отношения. Просто потому, что... То есть, это начинает напоминать начало 90-х? Это начинает напоминать начало 90-х, потому что у людей накопились долги, и кто-то эти долги не возвращает, кто-то не возвращает кредиты. Опять же, исключительно из-за такой плохой экономической конъюнктуры. И это все выползает, выползает, выползает на улицы. И с этим, естественно, нужно что-то делать. Власть понимает, что если... Это как, помните, когда Ленинградку перекрыли болельщики и националисты? Вот тогда эта проблема была решена очень быстро. Потому что власти прекрасно понимают, что интеллигентные белоленточники – это одно. А вот если на улице выйдет то, что, если не ошибаюсь, Стас Сурков однажды назвал ликующей гопотой, если не он, то, прошу прощения, у автора. Вот если на улице выйдут эти люди, то им уже будет совершенно все равно. Но есть еще и другие силы. Вот, например, дальнобойщики. Это серьезно, дальнобойщики? Я не стал бы переоценивать значение дальнобойщиков. Я в вашей студии уже говорил о том, что дальнобойщики, ну, во-первых, это не настолько… Это не политический класс. Это не политическая сила. Смотрите, сейчас ситуация развивается. Дальнобойщики – не однородная команда. Дальнобойщики – это все-таки не такой единый мощный профсоюз, который в определенный момент может повернуть свою голову в одну сторону. И когда Медведев говорил, что все-таки большинство дальнобойщиков не выступают, он был, как угодно относиться к Медведеву, но прав. Потому что действительно очень многие дальнобойщики согласились. Кого-то купили, кого-то еще купят. И проблема здесь не в дальнобойщиках. Опять же, в отсутствии денег. То, что у власти закончились деньги, закончились ресурсы. И дальше вопрос, что они сделают. Ну, конечно, они могли бы, наверное, взять, собраться своей компанией, сделать некий общий фонд из своих личных сбережений. Я не сомневаюсь, что этот фонд был бы таким грандиозным, что можно было бы новую модернизацию начать, диверсифицировать экономику и сделать ее действительно независимой. И все такое проще. Но этого не будет. Но я подозреваю просто, что эти деньги уже в таких местах, откуда их очень сложно вот так вот взять, извлечь. Плюс они наверняка у родственников, у детей, которые занимаются абсолютно честным и абсолютно успешным. Да, про детей и чайки мы все с вами слышали. Ну, конечно, не только про детей и чайки, и не столько. У всех у них есть дети, и у куда менее именитых господ, чем у чайки. Знаете, сколько у нас, я точно не знаю сколько, но знаю, что много совершенно безымянных долларовых миллионеров и миллиардеров, которые никак не занесены в списки Форбс. Которые сидели себе и сидят, продолжают сидеть скромными достаточно чиновниками невысокого уровня. Ну, короче, вот этого не будет. Вот такого фонда не будет, это я уже поняла. А что будет вместо этого? Вместо этого будут усугубляющиеся экономические проблемы, и власть будет вынуждена изменить экономическую политику. А вслед за экономической политикой и все остальное, которое называется, то есть власть будет вынуждена пойти на реформы. Я, знаете, опять же, по-моему, у вас в студии Эхо Касьянов говорил о том, что у власти остается вариант либо начать сотрудничество с оппозицией. Власть ужасно не любит это слово оппозиция. Я не знаю, что для них опаснее, вернее, что для них более нелюбимое слово педофил или оппозиция. Ну, почти синоним в их восприятии. Но я согласен с его прогнозом о том, что или она начнет разговаривать с адекватными людьми, которых можно назвать несогласными, или она действительно будет вынуждена в какой-то момент в истерике пойти на подобие северокорейского варианта. Это возможно, я не исключаю этого. И тогда, да, диктатура, репрессии в отношении всех и вся, и никакой независимой журналистики, и политические убийства, и все на свете. Но все понимают, чем это заканчивается. И что это долго точно уже не происходит. Ну, смотрите, есть еще тоже одна сила, о которой наши слушатели упоминают. Вот Владимир пишет, в армии полно квачковцев, и не придется ли бежать все вместе, элите с Путиным и оппозицией. Ну, действительно, вот вы говорите, что придется меняться. Смотрите, это примерно то же, что я говорил, когда вспоминал, там, 17-й год. Да, это именно то, о чем я говорил. И, повторяю, во власти не могут этого не понимать. Не могут этого не понимать. То есть, либо они сами, либо все-таки их. Причем, либо с одной стороны, либо с другой. Да, поэтому я в этом смысле рассчитываю, кстати, и на мудрость моих друзей, коллег, кого сейчас называют общим термином либералы. Потому что у них тоже есть очень разные люди. Люди, которые считают, что ни на какие переговоры ни в коем случае, чем хуже, тем лучше. Вот, все-таки история показывает, что не всегда. Чем хуже, тем лучше. Иногда, чем хуже, тем лучше, заканчивается действительно общей стенкой для всех. И для власти, и для оппозиции, которая так сильно стремилась ее скинуть. Я сейчас не призываю к какому-то коллаборационизму, упаси Господи, призываю к тому, чтобы, когда смена курса так или иначе случится, забывать, преступления, которые совершались, забывать, не знаю, авторов того же самого закона подлецов, да, который я действительно считаю, что его правильно так называть, а не законом Дима Якулева. Но я призываю к тому, что до тех пор, пока это возможно, надо стараться решить все эти вопросы разговорами. Не могу не спросить вас про Ходорковского, тоже многие наши слушатели задают этот вопрос. О чем, извините, Ходорковский говорит, опять же, о мирной революции. Так вот, про него, да. Значит, это соперник Путина, вернее так, это главный соперник Путина, задает вопрос наш слушатель. Я думаю, что Ходорковский это на сегодняшний момент единственный человек, которого сам Путин считает достойным соперником. То есть, Ходорковский, а не Навальный. Конечно, по той простой впечатлению, что Навальный хотя бы не сидел 10 лет. У Навального нет, слава Богу, что Навальный не сидел 10 лет, и не дай Бог, но у Навального нет такого опыта, который есть у Ходорковского. Ходорковского с Путиным все-таки связывает несколько более долгая история отношений, чем с Навальным. Я думаю, что Путин до сих пор не воспринимает Навального как некого соперника, а Ходорковского воспринимает. Помните, Путин однажды сказал, что поговорить не с кем, кроме Махатмы Ганди. Я думаю, что в реальности Путин как раз уважает Ходорковского и считает, что с ним-то ему, если что, есть о чем поговорить. Станислав Кучер был сегодня в студии особого мнения. Спасибо, что доехали и успели. Приходите еще. Я Марина Королева. Спасибо. Счастливо.